Итак, здравствуйте, друзья. У нас в студии гость. Зовут его Михаил Бородянский. Я, честно говоря, попрошу Михаила самого сказать, чем он занимается, потому что я что-нибудь переру, а потом скажу, что я что-то не то сделал. Могу сказать только, что Михаил живет в Санкт-Петербурге, но через месячишко навестит нас тут в Кремниевой долине, на пару недель приедет. Поэтому я как бы вот это видео делаю в предвкушении вот той поездки, которая будет. И еще я могу сказать, я рассказывал о вас на канале, что мы готовим тесты для того, чтобы студентов на входе как-то, может быть, лучше ориентировать с точки зрения результатов потенциальных и так далее. Вот как раз Михаил будет нас тренировать в интерпретации психологических тестов примитивно к нашим задачам. Вот все сказал, теперь давайте вы объясните, чем вы занимаетесь. Здравствуйте, я уже в эфире. Спасибо. Я Михаил Бородянский, мне 44 года и половину из них, то есть 22 года, я занимаюсь психологией, психотерапией. Я пишу книги о психологии, пока на русском языке, вот сейчас их перевел уже несколько на английский. Я провожу тренинги, я езжу по разным странам своими программами, создаю систему тестирования. У меня есть жена и трое детей, мальчик, мальчик и еще мальчик. Старшему 18, младшему еще нету трех. Поэтому такой широкий спектр жизненных каких-то своих задач я через свои методы решаю. Что мне хочется вам сегодня рассказать. Я приеду с двумя программами в Штаты. Одна программа это про отношения в семье, отношения детей и родителей. Это то место, которое для меня самого всегда было интересной задачкой. И я не могу сказать, что у меня все гладко было в этой сфере. И то, как я это решал, то, как я сейчас решаю какие-то трудности с моими детьми в отношениях в семье. Это все интересный опыт и вот я его собрал и в виде каких-то инструментов и методик понятных вещей я его передаю своим участникам. И вторая программа называется управление событиями и создание будущего. Немножко такое магическое название. На самом деле там нету никакой магии. Это психологические техники, которые помогают нам выйти что ли на свой путь. Соединиться с тем местом удачи. Наверное, вам знакомы ситуации, бывают разные периоды в жизни. Бывает, когда вам очень везет, а бывает, когда наоборот. И это не есть случайность. Мы можем определенным образом настроиться на эту волну удачи, сделав некие простые вещи с пониманием ситуации, с отношением к событиям, некие психологические инструменты. И нам помогает вырулить на ту, скажем так, линию жизни, где мы гармоничнее, где мы более целостные, где мы выбираем правильный путь просто из внутреннего ощущения, там, где нам везет. И вот эта вторая программа, она тоже будет у меня в Штатах. И я хочу передать тот опыт, который у меня накопился вот за много лет, что я этим занимаюсь. Ну, а вот если я так спрошу, вы эти тренинги, я знаю, что вы в онлайне ведете, да? Я веду в онлайне тренинги, да. И живьем тоже ведете, вот вы ездите и в Питере ведете. С точки зрения, вот не экстремальных каких-то вот удачных ситуаций, а с точки зрения, ну, может быть, обычного. Вот человек, который идет на тренинг по, скажем, управлению событиями в жизни. И он достаточно открыт, он ни в коконе в таком сидит. Он открыт, он готов участвовать, он как бы хочет получить результаты, да-да. Вот что является нормальным таким более-менее статистическим результатом? Вот, скажем, ну, на что человек может рассчитывать? Я со всеми условностями, ну, так. Ну, давайте я так, по запросам пройдусь, да, с которыми вот последняя группа люди приходили. Очень частые запросы это про реализацию себя. То есть люди живут, занимаются каким-то делом, но нет ощущения полноты жизни. Все время есть вопрос, а это правда мой путь? Это правда вот максимум, что я могу в жизни сделать и чувствовать и получать, да? И найти вот ту волну, которая ваша, это не обязательно какое-то другое дело. Это может быть другой формат вашего участия в том же деле, в жизни, что-то другое. То есть небольшое смещение в какую-то сторону, и вы чувствуете, что, о, вот это правда мой путь. Я здесь, больше во мне энергии, я себя лучше чувствую. У меня выше доход, у меня там больше контакта. Это правда моя жизнь. Наверное, главный результат, который мне нравится в поиск-тренинге, когда человек говорит, что вот я прошел это мероприятие, я сейчас чувствую, правда, вот я живу полнее. Вот есть такой драйв внутри, это то, что я давно искал, я сейчас живу полнее. И вроде такой результат не очень измеримый в деньгах, но он в ощущениях очень хорошо дается. Запрос по поводу действительно карьерного роста, когда человек упирается в некий потолок. Это может быть свой небольшой бизнес, это может быть работа на зарплату, и этот потолок не перепрыгнуть. И человек пробует и одно, и другое, какие-то периоды отчаяния, периоды попыток что-то сделать не получается. Вот есть некая цифра, она висит, ее не взять. И это моя любимая задачка, я сам в своей жизни решал и решил. И когда человек после тренинга, через 2 недели, месяц, понимает, что ага, я этот потолок прошел, я теперь в другой слое нахожусь. Это цифры конкретные, это не просто ощущения, это то, что можно увидеть на бумаге. Это тоже хороший эффект, я это тоже люблю. Иногда приходят запросы, касающиеся, например, люди не могут несколько лет забеременеть, родить ребенка. И пробовали сами, пробовали через экстракорпоральное оплодотворение, не получается. И снова, и снова, и снова. И вроде бы нет каких-то болезней страшных, нет того, что абсолютно препятствует, не складывается. И человек приходит на тренинг, и знакомится с этими инструментами, и как-то мы вместе понимаем, а где есть затык психологический. У меня много их ситуаций, я не могу сказать, что все мои клиенты, которые с этим запросом приходили, все родили ребенка тут же. Но есть за последние годы 3, наверное, 6 деток, которые абсолютно понятным образом и прозрачно они смогли появиться на свет из-за правильного поворота в восприятии в голове, в подходе к этой ситуации родителей. Я только хотел, уточнить, но это же не тема группового такого семинара, это, наверное, индивидуально как-то сработает? Знаете как, иногда на групповом семинаре дается та информация, которой человеку достаточно, чтобы у него много произошло изменений. Вот те тренинги, что я веду, они в этом плане очень мягкие. Это не есть психотерапия, то есть я не занимаюсь рассказами о личной жизни, большими этой проработкой, нет. Тут больше информация, тут больше инструменты, люди сидят, слушают, люди спрашивают то, что им нужно, и они потом уже дома тренируются эти вещи использовать, и очень важные штуки проворачиваются. Да, иногда нужно потом добрать консультации индивидуальные, но мне все же хочется, чтобы именно от тренинга, от группового процесса были вот эти вот эффекты глубокие, сильные и понятные. То есть человек должен понимать, почему у меня это изменилось, да, вот что я сделал, как я по-другому стал относиться, смотреть на вещи, что я сделал, что такое произошло. Я знаю людей, вот здесь, скажем, в Соединенных Штатах, которые, ну скажем, я знаю хиропрактора одного, который специализируется вот на людях, которые там не могут забеременеть. Ну там, значит, и, то есть, я понимаю, что с этой стороны какой-то есть заход. Вот, значит, вообще не принято, что ли, или это как-то очень редко, искать психосоматические корни? Вот вы об этом же сейчас говорили, да? Да, да, это не принято, это немножко такая темная зона, непонятно что там, да, и все это кажется непрозрачным. На самом деле, я не могу сказать, что я беру, что я приглашаю на курс людей с таким запросом. Рождение детей, оно вообще, я считаю, от жизни, от Бога, и если человек сходил до этого ко мне на тренинг, ну, я рад, что я рядом находился. Я никогда не привязываю этот результат к тому, что я делаю. Поэтому это я просто, ну, как яркий пример вспомнил, вчера буквально, женщина позвонила, говорит, вот, оно все сложилось, поэтому она так говорила. А так вот, то, что понятно, ну, вот это цели про отношения, да, когда человек чувствует, что я нахожусь не в тех отношениях, вроде бы это не повод для расставания, но это и нет удовлетворенности, что мне нравится, как я живу в этих отношениях, нет какой-то полноты, близости. И вот что делать, ситуация какая-то тупиковая, и человек немножко в этом месте потерянный. Ну, вот это прекрасный запрос, то, с чем я люблю работать, и здесь мы можем много вещей изменить и подвинуть. Вот иммиграция, ну, иммиграция это стресс, как бы, да, то есть это понятно. Даже, я думаю, если там, например, из Питера переехать на Чахотку, тоже стресс. И наоборот тоже стресс. И обратно, да. И обратно, в любом случае это стресс. Значит, в иммиграции мы видим много семей развалившихся, на самом деле. Я, честно говоря, не знаю, и статистики такой ни у кого нет, что было бы с этими же самыми семьями, если бы они, например, никуда и не уехали. Вот, но, тем не менее, вот, как бы, я понимаю, что вы в Питере, там, как-то у вас иммиграция не основная тема, там, людей, которые к вам приходят. Да, но все-таки, вот, скажем так, умозрительно. Вот, иммиграция и ухудшение отношений в семье, это, это, как бы, такой естественный такой процесс. Ну, скажем, один, тот, кто был добытчиком дома, перестал быть добытчиком, жена, на самом деле, тащит на себе и зарабатывает. То есть, вот, я здесь вижу много женщин, которые уходят из семьи, потому что не могут вынести уже, вот, вот, неспособность мужика там как-то соответствовать. В России тоже так сейчас? Ну, в России немножечко по-другому сейчас, но тоже есть эти ситуации стрессовые, да. Видите, как, здесь вопрос об ощущении своего места. Вот, это важная штука, я много о ней говорю и даю упражнения на своих тренингах. Для нас очень важно чувствовать свое место в любой системе, в семейной системе, в системе, где мы живем, да, в некой стране, там, в своей большой семье, в организации. И когда происходит вот этот вот стресс эмиграции, человек, он из одного места точно выпадает. У него выпадает место из той системы большой, где он жил в стране. И для некоторых людей это такой стресс, человек не может даже свое место четко ощущать в семье. У него есть какой-то вопрос, да, а кто я, что, какая у меня сейчас другая функция. Это немножко выбивает почву из-под ног, причем по мужчинам это бьет сильнее, чем по женщинам, вот что интересно. То есть мужчины, они меньше устойчивы к стрессу? Вот к такому стрессу, к потере места. И очень важный вопрос обретения этого места снова, там, где человек находится, в новой ситуации. И это можно сделать, это можно сделать достаточно быстро. Это не статусность, это еще что-то, да? Нет, это внутреннее ощущение моего места, вот что я стою плотно на ногах, я чувствую, ага, вот это вот я, это система, есть эти связи, и я здесь могу что-то делать. То есть он не получает это от других, от детей, которые там его в грош не ставят, от жены, которая там машет рукой, нет? Наоборот, я считаю, что когда человек себя почувствовал снова на своем месте, то отношение и уважение к нему со стороны детей, жены, оно как раз в этом месте восстанавливается и появляется. Здесь мир наше зеркало, а изначально мы это создаем внутри себя. Но часто мы не знаем, как это сделать. Пробуем одно, другое, третье, не получается. Вот снова эту структуру в себе выстроить, почувствовать эту вот точку, да, откуда я начинаюсь, где моя сила, она есть у нас у всех. Мы с ней просто контакт теряем. Вы знаете, вы все говорите про место, человек достиг потолка, куда делать, карьерный рост. И я думаю, боже, я вот, например, не психолог и не психиатр, а просто человек, никого не трогаю. И я каждый день почти отвечаю на такие вопросы. То есть, ну, они, может быть, более такие айтишные, профессиональные, но человек говорит, вот я там до чего-то дорос, куда деваться, что делать. Вот я сегодня с утра на такой вопрос отвечал, ну, так, из бытовых таких житейских соображений. То есть, ощущение такое, что значительная часть человечества ходит вот с этими проблемами. Причем у меня такое ощущение, что я, они все время благодарят, они говорят, спасибо, вот вы там что-то сказали. Я думаю, да не сказал я ничего такого. Просто ему надо было вот это где-то услышать извне. И в этот момент я там мимо шел и вот что-то сказал такое. И поддержку дали, да, и человеку стало хорошо, и он прожил два дня, и у него это здорово. Потом он через два дня снова этим вопросом озадачился и кого-то другого ищет. Мы очень часто ищем этой внешней поддержки, пока мы этой структуры внутри себя не можем построить. И так и работают многие специалисты, психологи, тренеры. Есть масса тренингов. И туда придете, оттуда выйдете с хорошим настроением. Я сам на такие хожу. А потом проходит две недели. Я думаю, так, а что реально у меня изменилось? А что я правда взял? Я могу перечислить вещи, которые у меня сейчас по-другому? Поэтому, да, это проблемы стандартные, с ними ходит масса людей. Вопрос в том, можно ли эти вещи действительно изменить, изменить один раз, так, чтобы дальше они уже не возникали. И чтобы дальше, через несколько дней после, не знаю, консультации, тренинга, интернет-тренинга, вы не просто чувствовали, а вы знаете, как можете действовать по-другому. У вас есть конкретные вещи. Раз, два, три, четыре, пять. А вот такой вопрос. Я как-то, знаете, мы сегодня четверть века назад уехали, вот как раз будет. Вот вы приедете, как раз четверть века будет, как мы уехали. Проблема детей и родителей в том аспекте, что дети в другом мире живут, в котором родители на самом деле уже некомпетентны. То есть я понимаю, что это в эмиграции это особенно остро. Потому что уровень некомпетентности еще усугублен, вот как бы другой страной. Но люди, которые привыкли работать там в советском заводе, или там в советском учреждении, или что-то такое, да, и мозги у них прокомпостированы. Вот это нельзя, то нельзя. Вот они такие, значит, а тут молодежь, которая, что там, что здесь, она как бы более приспособлена, она в более естественных условиях находится. Вот этот конфликт родителей с детьми, он лечится? Ну я бы здесь не сказал слова лечится, да, он корректируется. Корректируется, да. Да, здесь главное, чтобы родители правильно поняли, чего они в этой ситуации хотят. Возвращение тех отношений, которые были когда-то с детьми сколько-то лет назад, не лечится. Попытка построить детей под какие-то собственные старые представления тоже не лечится. А вот выйти на какой-то другой, ну другой уровень, другой формат отношений с детьми, когда есть контакт, когда этот контакт не теряется. И несмотря на эту вот разницу и разрыв восприятия мира в отношении ко всему, ну вот есть то теплое состояние у тех и других, да, и у детей, и у родителей, когда они понимают, что да, вот все хорошо. Ребенок мой может делать не то, что мне нравится, идти кем-то своим путем. Мне это часто, да, вызывает раздражение. Я понимаю, что есть контакт. Нам, родителям, всем тяжело от потери этого контакта. И вот я знаю там со старшим сыном, которым 18 лет, у меня вот эта главная тема. Я понимаю, что он во многом идет каким-то своим путем, по-другому, чем мне казалось бы правильным и прочее. И меня эти вещи, бывает, бесит иногда. Но то, что у нас с ним есть вот этот вот контакт, я понимаю, что в нужной ситуации он обратится ко мне, он меня услышит. Вот дети, они, обычно родители, не хотят слышать. И создать то состояние, ту атмосферу, когда дети готовы родителей услышать, это важная штука. Кроме того, мы же можем влиять на наших детей не только напрямую, ну, как мы привыкли к воспитанию, да, неким косвенно, неким отношениям. И вот здесь мы можем очень много чего сделать. В плане самих себя, в плане наших отношений с детьми. Мы можем научить детей быть в этом мире, ну, включенными, гармоничными, что ли. Чувствовать себя на своем месте, да, о чем я говорил опять эти мои. Это пока они маленькие или даже потом? Даже когда они большие. Вот, когда приходят люди с запросом, вот у меня ребенка там 16 лет, 18 лет, да, вот он совсем там другой, живет в своем мире, я не знаю, что в этом месте делать. И я понимаю, что можно очень много чего сделать. Я сейчас говорю не про способ воспитания, да, уже этих детей воспитывать, наверное, поздно, надо было чуть раньше делать. Я говорю про те связи, которые можем построить, перестроить заново, и в которых мы будем чувствовать себя комфортно, и будет ощущение, что, ну, все идет правильно. Вот это вот хорошее ощущение родителя, когда он смотрит на ребенка, который делает все по-другому, есть, например, ощущение, что все идет правильно. Мой ребенок идет своим путем, и в этом месте он может быть счастливым. А вот всякие типологии есть, да, различные психологические, там, классификации и так далее. И естественным образом родители и дети могут относиться к разным классификациям, типам и так далее. И это можно принять, как бы, ну, действительно, мы все разные. Если, например, какие-то вещи, ну, вот на уровне убеждений, принципов, святого, ну, вот, допустим, родители пашут, родители там чего-то в жизни добиваются, а вот он пиво пьет, пиццу кушает, телевизор смотрит, с какими-то девками непонятными ходит, и все, и все, и у него нет амбиции, и он не хочет учиться, и он с удовольствием живет с родителями, да, абсолютно любого возраста пока не выгонит. И я очень много такого вижу, не просто вижу, а очень много. Что-то, это же не подпадает под ситуацию, как вы говорите, мы разные, но я чувствую, что контакт есть, там, это же... Да, нет, это другое, да, я сейчас могу про это сказать. Ну, во-первых, мы родители пытаемся для наших детей донести вот эти вот ценности на нашем языке, не очень понимая, на каком языке это нужно делать и правильно делать. И это можно учиться, можно понять, чем я отличаюсь от моего ребенка, от одного, от другого, и эти вещи доносить немножко на другом, понятном детям языке. Не просто всем детям, у каждого есть свой понятный язык, это можно сделать на этом языке. Но я все равно хочу сказать немножечко о других сейчас вещах. Вот сколько я лет работаю с родителями, я много работаю с родителями разного возраста детей, у меня есть четкое убеждение, что если ребенок, вот живет этой жизнью, ребенок, подросток, как вы сейчас описали, да, там, пиво пьет с девками и все, и ничего такого не делает, не то, что пашет, не пашет, а, ну, не горит чем-то, не горит какой-то, там, идеей, делом каким-то, еще чего-то, то у этого ребенка внутри вот здесь вот очень зыбко, дискомфортно, ему там внутри очень тяжело и плохо. И это не есть нормально, потому что мы, когда рождаемся на свет, ну, мы, не знаю, горим, горим жизнью, еще чем-то, и сейчас, кстати, все меньше таких вот детей, подростков, которые горят, потому что внутри у них там все порушено, у них внутри очень нехорошее состояние, и это снаружи может даже быть незаметно, да, там, он не наркоман, не алкоголик, он ведет обычную жизнь такого, да, парня по весу, есть там девочки и прочее, но я когда смотрю на этих подростков и на родителей, я понимаю, что вот этот вот ребенок, у него там внутри очень тяжело, и я сам не работаю с детьми, я не детский психолог, я работаю на тему с родителями, и что могут сделать родители для того, чтобы у ребенка внутри там какая-то вот эта вот цельность появилась, чтобы у него появилось какое-то направление, некий вектор, да, желание, чтобы он чем-то горел. У меня вот сын старший, он занимается историей, пошел учиться в университет, я так с одной стороны думаю, что, блин, а кто тебя кормить-то будет, вот ты будешь историком России, да, я так понимаю, что ты будешь меня на шесть лет столько лет, но, но, как он этой истории учится, вот как он этим делом горит, я так горел, когда после многих лет неуспеха поступил в медицинский университет и учился тому, что мне интересно, я понимаю, это ценнее всего, он там найдет себя, вот если вот это вот горение есть, то это будет. И среди его сверстников, и там друзей моих, и их детей, я такого вижу очень мало. И я знаю, почему это происходит. Ну вот так мы по жизни строим не совсем правильные отношения с нашими детьми. Подождите, а почему? Это же самое интересное, если не сказать. Почему что? Почему мы строим такие отношения? Почему это происходит? Потому что у нас у самих, у многих внутри вот этой цельности нету. Мы научились в жизни как-то адаптироваться, мы научились это место закрывать, делать свое дело, зарабатывать деньги. Но мало кто из нас абсолютно честно может сказать себе, что я правда реализован в жизни на 100%, как хотел. У меня есть еще куда двигаться, но вот это то состояние, о котором я мечтал. И когда меня об этом люди спрашивают, меня лично, да, вот вы правда находитесь в этом, у вас нет проблем, я говорю, да вы что, у меня полно проблем, у меня разные самые проблемы. У меня есть проблемы с детьми, там, в отношениях, иногда с деньгами, с чем-то. Но я когда работаю, я когда веду группы, консультации, вижу, что происходит потом, я понимаю, что я правда на 100% реализован вот в том, в чем я горю, и я этим до сих пор горю. То есть я сейчас веду тренинги, как 20 лет назад, да, я в этом месяце как мальчишка, мне правда это интересно, каждый человек, каждая задача, каждая ситуация. Дети могут научиться этому от нас. И даже если мы уже в хорошем возрасте, и мы свою жизнь так во многом прожили, мы можем помочь ребенку вот этот вот центр найти и какое-то вот направление в жизни, да, чем-то загореться. Это непростая задача, но она решаемая, и есть тут свои определенные к этому подходы, конкретные действия, да, не просто слова, а конкретные действия, что можем мы сделать, чтобы ребенок это почувствовал и включился в какую-то активную жизнь. Тогда мы смотрим, что ага, вот это вот совсем другое. Я там вот вас слушаю, у меня такие все время в крови пробегают, потому что у меня дочь училась по истории, она закончила университет Бёркли по истории, и когда она поступала, я говорю, а как ты будешь жить? Так же, да, как в России? Да, ну абсолютно, да, и я очень люблю историю, я бесконечно люблю историю, хотя как один знакомый говорит, историю мало любить, ее надо знать, но это отдельно. И значит, и она говорит, вот это вы, говорит, первое поколение мигрантов, вот вы об этом думаете, а мы, вот будущее страны, мы не такие. А потом, когда она уже закончила, и значит, я говорю, а что теперь будешь делать? Я говорю, вот программисту, может, пойду там. Вот, ну до этого не дошло, она стала адвокатом, но к чему я говорю, конечно, когда глазки светятся, и когда человек хочет чего-то, это очень дорогого стоит. Потому что когда, вы знаете, что приводят ребят, приводят бабушки, приводят родители, приводят молодых мальчиков 17-18 лет, которые школу закончить не хотят, и у них глаза пустые, и эти глаза наполняются смыслом, только когда он берет свой смартфон и начинает в игру играть. Понимаете? И, слава богу, за это зацепиться можно. У меня один такой геймер был, с потухшими глазками, и мы его отдали в компанию, где игры тестируют. И он там вообще героем был большим, и я его через 3 года встретил, он там на конвертабл тачке едет, у него такая цепь золотая, тут вот в палец толщина. Ой, вы что? Реализовался. А был потерянный, убитый, папа умер, мама вышла за другого, вообще никому он не нужен, и вот это вы таких-то много видите. Я обычно говорю родителям, что когда ребенок весь в играх, но он как бы не живет реальную жизнь, я это называю, что он не смотрит в свою жизнь, такое символическое понимание, не смотрит в сторону своей собственной жизни. Он не видит туда, он чем-то отвлечен, куда-то погружен, в другое состояние. Очень часто дети разного возраста, они несут в себе какой-то тяжестью проблемы своих родителей, проблемы отношений своих родителей. И у меня нет задачи исправлять отношения родителей, да, это взрослая жизнь. Но так, чтобы ребенок не нес эту тяжесть за своих родителей, чтобы он смотрел в свою жизнь, чтобы он жил в свою жизнь, это мы можем сделать, мы взрослые родители. Что бы ни происходило в нашей жизни, какой бы у нас ни был там тяжелый бэкграунд, разные события, мы можем сделать так, чтобы наши дети дети жили свою жизнь, хотя у них абсолютно рефлекторный есть такой порыв смотреть в наши проблемы, смотреть не в смысле, ну, глазами смотреть, да, своим внутренним взором, и это изначально, наверное, самая частая проблема, когда ребенок вот этим вот своим фокусом внимания, что ли, он смотрит на проблемы родителей, иногда еще круче на проблемы, там, не знаю, прародителей, да, там, бабушек, дедушек тоже бывает. И на себя переносит. Он не переносит это осознанно на себя, он как бы эту тяжесть несет, да, он под этим подживет, и сколько бы мы не говорили нашим детям, да, что там, это наши проблемы, и все, не, это глубже, но есть свои способы, приемы, которые можно эту ситуацию выстроить так, чтобы ребенок туда не смотрел. Вы знаете что, вы затронули тему, просто у нас на канале, вот это видео тоже у нас на канале будет, у нас на канале очень часто есть дискуссии на тему вот про игры, что одни ребята говорят, да с чем проблема, поиграл, пошел дальше. Или там говорят, я вот прекрасно, у меня семья, я инженер, туда-сюда, но час в день там я играю. Другие говорят, ой, игры, уход от реальности, ничего знать не хочет, только играет. И у меня в офисе вот приходят родители с детками, да, они не с нишкой приходят, они не с куклой приходят, не с собачкой приходят, они вот с девайсом, и они сидят и играют. Это, скажем так, это действительно как-то большая проблема, широкая, или это так все ерунда поверхностная, ничего страшного. Вот если у родителей ребенок целыми днями играет, это совсем правильно? Если можно так сказать, что ребенок этими играми живет, я бы сказал, что это, ну, проблема, большая проблема, не смертельная проблема, но это то, на что надо обратить внимание. И самое неправильное здесь, это ребенка в их играх ограничивать. Потому что, если есть некая дырка, которую ребенок этим местом закрывает, не просто так же он закрывает, да, взрослый там курит, когда у него есть какая-то проблема, еще что-то делать, да, ребенок играет. Если мы эту затычку уберем, чем ребенок это будет закрывать, непонятно. Эта дырка сама по себе, она не зарастет без какой-то работы, поэтому я вот против удаления этих игр, но я знаю очень хорошо, что дети, которые вот так были в это все погружены, в эти игры, да, в фанателе, не жили какой-то обычной жизнью, когда у их родителей происходили правильные перемены, не знаю, в отношении, в голове, в восприятии, понимании ситуации, в какой-то переоценке своей собственной ситуации, переноса это на детей. Дети переставали столько играть. Они играли чуть-чуть, они переставали жить этой игрой. Да, у них оставалась игра, там, где-то когда им нечего делать, они могли этим заняться, не было этой включенности. Я даже по своим чувствую, по старшим, что они в разном состоянии очень по-разному играют. И когда-то, я понимаю, что ребенок этой игрой живет, я думаю, господи, что опять-то произошло такое, да, почему тебе так внутри тяжело и зыбко. А когда-то он говорит, да, нормально, выключил и все. Слушайте, а вот мы, вот я марки собирал, вообще в наше время было очень принято марки собирать. Это такого же типа занятия или это вот что, то есть человек как? Те, кто этим жили, я тоже помню, да, что он живет марками. Он же, когда смотрит, он смотрит на нового человека, он не думает, как его зовут и как с ним познакомят. Так, а у него есть марки? Идет такая вот первичная оценка, да, у него есть марки. Я бы сказал, что это тогда, да, это тоже есть проблема. Да, они последнюю копеечку отдавали у магазина «Филотелист», там за какую-то марочку они приходили там, да. Опять же, если он это сделал, у него это часть жизни, а дальше он делает одно, другое, третье, все в порядке. Но вот если он выключен из жизни, а сейчас очень многие подростки и дети, да, такого вот возраста, они выключены из жизни, они включены в игры, они включены в какие-то вот эти вещи, и это следствие. И с этим не надо и нельзя бороться. Надо это смотреть как некий признак, что ага, что-то у меня не то с ребенком, да. Я могу подумать, а что в этом месте я могу изменить, чтобы он все-таки посмотрел на свою жизнь и сказал, что мама, папа, а я вот чего-то того хочу. Пусть это будет какое-то безумие, но это что-то будет из реальной жизни. Михаил, давайте я вас переключу на тему управления событиями. Потому что я вас слушаю, у меня целый рой там всего. Знаете, я как бы кликаю так. Как и для наших вот зрителей, потому что они спрашивают очень часто, очень часто. Причем когда люди спрашивают, многие их ругают. Но описывается ситуация, это может быть на несколько страниц. Один вот, у меня оригинально было десять страниц, но я сократил до трех, я знаю, что вам некогда читать. Но упирается в то, что вся его жизнь, вот читаешь, жить не хочется. Понимаете? То есть все плохо, у него тут его, и там его, и здесь его. Люблю такое. Послушайте, вырваться он не может, не может вырваться. И ему на самом деле нужно сколько-то денег. Вот он бы изменил свою жизнь, у него была там какая-то сумма, он может быть эмигрировал бы, или уехал бы в Москву. Или там, я не знаю, но что-то, вот то место, где он находится, вот это как-то проклятое, вот у него там все плохо. А бывает, что еще и уехать нельзя, потому что бабушка больная или мама у него на руках. Ну вообще ничего. И я думаю, что же он мне пишет, он в последней строчке говорит, что я понимаю, что вы ничего сделать не можете, но хотя бы прочтете, и мне уже легче. Вот деньги, вот безвыходность вот эта вот тупиковая. Как-то управляются события, вот такие события управляются? Я люблю такие задачи, и это мои во многом любимые клиенты, потому что я сам когда-то из такой ситуации вышел. Я был в ней долго, я был в ней глубоко, был до состояния, когда я думал, что ну вот если бы не было детей, наверное, сейчас бы застрелился, правда. Ну потому что денег нет, ничего нет, да. Но дети есть, как-то стреляться, наверное, нехорошо. Вот. И я ходил на разные тренинги, я ходил к психологам, где-то было хуже, где-то было еще чего-то. А потом я нашел способ, как из этого выйти. Я сделал из этого инструменты. Я называю эту ситуацию «жизнь меня живет». Не я живу жизнью, а жизнь меня живет. То есть по течению какому-то? Да вот даже не то, что можно ехать по течению очень гармонично, да, не сопротивляться жизни, а бывает моя волна, да, течение. Я в свою волну встроился, и я плыву на ней, и все хорошо. А это как раз он и едет, и против течения, да, и все сыпется, да. Такая жизнь, как какой-то неприятный сон. И, наверное, большая часть моих инструментов, то, что я последние годы делаю, чем я занимаюсь, они как раз про это. Я абсолютно точно знаю, что эта ситуация, она останавливаемая. Эта ситуация, она переворачиваемая. Причем, чтобы ее перевернуть, начать переворачивать, это не нужно годы и месяцы. Вот так, чтобы жизнь перестала вас жить, а вы начали ее жить, для этого достаточно иногда нескольких дней. Это еще не другой уровень финансового достатка, да, это еще не жизнь в другой стране. Но это те дни, за которые можете точно сказать, да, я сейчас иду по другой линии, я сейчас иду в другой волне. Но если человек инвалид, он же не перестанет быть при этом инвалидом? Он инвалидом быть не перестанет, но если он был инвалид, который не мог найти варианты, не знаю, реализации себя по жизни, получения дохода, еще чего-то, то эти варианты он потом найти может. И потом инвалид такое относительное понятие, у меня много клиентов, которые меньше могут, чем люди без ног, хотя у них есть руки, ноги, но они приходят, вот их так жизнь живет, и говорят, я здоровый мужик, у меня руки, ноги, вроде голова, а я не могу ситуацию схватить, я не могу начать ей управлять в разных областях, в отношениях, в деньгах, в карьере, в каком-то переезде. Я не могу включиться, у меня ощущение, что она как бы надо мной. У меня нет пульта, к которому я могу вот эту жизнь направлять. Вот моя задача человеку этот пульт дать. Он у каждого свой, но есть определенные вещи общие. И я знаю то место, где эти кнопки находятся, это абсолютно конкретные вещи. Это не какая-то там эзотерика, что мы там волны гоняем. Нет. У нас с вами есть определенные места в нашем сознании, в нашем понимании, и мы можем на эти места посмотреть, мы можем эти вещи сделать, это изменить, и это происходит быстро. Иногда это происходит мгновенно. И поэтому вот, наверное, большинство отзывов, которые у меня есть там на сайте, они как раз об этом, да, что я вот жил в такой ситуации и не знал, что делать, потом изменилось. И для меня очень важно, чтобы человек понимал, почему изменилось. Не просто он сходил там на тренинг, посидел и стало хорошо, а чтобы в следующий раз, когда он окажется в какой-то трудной ситуации, он сделал те же самые вещи. Вот в вашей деятельности, вы можете, например, вот вещать на большую аудиторию, не опасаясь, что кому-то станет хуже там, или это все-таки более индивидуальная работа или в маленькой группе, вы должны их видеть. Есть опасности? Это разные просто форматы работы. Когда я работаю индивидуально, я могу работать глубже, потому что я знаю, что если человек будет к этому подать, то я с ним буду работать дальше. Я специалист в этом месте. Когда я работаю в группе 15-20 человек, это другой формат работы. Хотя в группе до 30 человек я работаю все равно индивидуально. Это не есть консультация, но я секу каждого. И мне важно, чтобы каждый с разными задачами, с разными особенностями, здесь взял именно что-то свое. Поэтому я не беру в группу 70 человек такую, а я беру тех, кого я могу отследить все время тренинга от начала до конца. Если я работаю на зал, то это больше, разумеется, формат лекции. И я даю немножечко другие вещи, но тоже на эту тему. Но я не даю то, что может человека вырубить, выключить. То же самое работаю в интернет-тренинге. Я когда не вижу клиента напрямую, то я в этом месте осторожен. Я понимаю, что вот здесь есть граница, за которую нам выходить не надо. Но эффективность интернет-тренинга по этой же теме, она меня самого удивляет. Я думаю, как люди могут просто через интернет, там, сдавая вопросы, видя меня чуть-чуть, этот материал. Как они могут эти же вещи двигать? Двигают, интересно. Да, это странно. Я когда-то, знаете, в восемьдесят шестом году в журнале «Наука и жизнь» у меня был такой самоучитель по машинописи. Я занимался методами быстрого обучения, и, значит, мы с товарищем сделали методику. Ну, и вот я ее опубликовал, и я плохо себя… настроение было неважное, потому что я понимаю, что когда я в классе, когда я с людьми, когда я пишу, там столько тонкостей, ну, невозможно же так вот на бумажке-то он сам. Я был потрясен вот письмами, которые приходили. И потом уже в Америке там люди мне говорят, слушай, так это ты? А я вот привез с собой журнал вот тот, там у них с собой. Вот. Это очень удивительно, что люди могут сами сделать, если у них просто какой-то векторов дали. Знаете еще что? я думаю, вот такой вопрос я задам. Я у нас на канале рассказывал про Толкачева. Немножко. Немножко. У нас, знаете, много критического народа. Вот они там про Бога скажут, что они не скажут, про Бога ругаться начнут, там скажешь про психологию какую-нибудь скажут. Тоже если там укол не сделали, так вроде и не лечили там. Ну, в общем, по разной точке зрения встречаются. И вот Толкачев, вот это его векторная, как он, не психология, но как-то иначе это называется. Ну, системно-векторный психоанализ он так называл. Психоанализ. Вот я пытался поискать, что там есть из Толкачева на ютюбе. Ничего нет. Практически ничего нет. Я знаю человека, который взял какие-то лекции Толкачева, большой там кусок у него был, там 50-60, не знаю, где-то он там начитывал, он повесил, его тут же грохнули вместе с каналом, там со всеми делами, значит там кто-то пожаловался и так далее. Толкачев, он какой-то секретный или кто-то коммерческий интерес охраняет? Вот почему человек, его в живых уже нету? Почему это знание не идет вот так в массы? Он на самом деле хорошо рассказывает. Вот я его слушал. Хорошо рассказывал, да. Есть Юрий Бурлан, который этим занимается, он живет в Нью-Йорке и он охраняет коммерческие интересы в этом месте. Он, скажем так, по объему бизнеса и рынка в этой сфере, он, конечно, впереди планеты всей. Он учился тоже от Лукачева позже, чем я, лет на 10, наверное. Но он дает на своем формате, я даю в своем формате. Я могу так сказать, чтобы вообще понять мой формат очень быстро, очень просто. Есть моя книга, она есть в интернете, она доступна. Она называется «Психология ваших отверстий». Ее можно скачать, почитать. Просто она даунлоуна была такая. Можно качать. Да, да. Там скроченная версия на 75%. Вот. «Психология ваших отверстий» Михаил Бородянский. Просто скачайте, почитайте. И, во-первых, вы вникнете в суть этой векторной теории, ну, скажем так, не из первых уст Лукачевских, а из вторых. Во-вторых, вы, ну, почувствуйте формат, в котором я вообще работаю, пишу книги, веду тренинги. Это хороший формат, он многим нравится. Вот. И там есть конкретные практические вещи по поводу отношений, по поводу родителей, по поводу детей. Я считаю, что эта книга, она психотерапевтическая. Вот не знаю, какой канал открылся, когда я ее писал, потому что это больше, чем я, наверное, сам мог сделать. Но вот она хорошо работает, сама по себе хорошо работает. И я так это по поводу смотрю. Поэтому про векторы туда, ну, есть Бурлан, у него свой формат, да. Я просто, мне как-то обидно, что Лукачев практически недоступен вот в оригинале. То есть, допустим, вот я, поскольку Светлана моя, значит, брала курс у Бурлана, и я имел возможность так посмотреть, понаблюдать, я не знаю, это не американский курс. То есть, это не курс, который, скажем, в Америке людям читают. Он очень политизированный, он очень много резких высказываний, там таких, я не знаю, но дело даже не в этом. Дело в том, что я когда смотрел самого Толкачева, вот, я хочу сказать, что он зрелищный, он очень здорово рассказывает. И так, ну, я не знаю. То есть, а у кого-то есть коммерческие права на него, или что? Прав нету, но русскоязычный интернет – это такое пространство не очень к правам, имеющее отношение. У Толкачева не так много было видеозаписей, на самом деле. То есть, он не вел интернет-тренингов, он не вел вебинаров. Несколько мероприятий были записаны, но я думаю, что коммерческие структуры, которые сейчас на этом поле живут, они как-то сделали, чтобы эти записи не были доступны широко, потому что иначе на этом будет сложен делать бизнес. Но мне неохота их обсуждать. Ну да, да. Просто я подумал, может, вы знаете что-то такое, почему так вот. Я четко ответил, что есть коммерческий интерес у соответствующей структуры, но вот меня они не трогают, потому что меня вот ими сложно трогать. Я из них, из всех, самые ранние, кто стал этим заниматься. Я это не делал широко в интернете, потому что мне было больше интересно, там, не знаю, глубина, эффект, наука и еще чего-то. Поэтому я на этом бизнес-то не строил, я в другом месте бизнес строил. Я журналы сдавал, интернет-порталы психологически делал, у меня были другие развлечения в этом месте. Ну а люди сделали бизнес, поэтому Толкачева и все остальное, что есть на эту тему, как-то вот… Но вы не хотите, например, там, допустим, начитать 10 часов или там даже 5 часов там про вектора, обведение в эти вектора или там еще что-то. У меня была мысль это дело сделать. И пусть висит все в ютюбе, все смотрят. Да, может я это сделаю когда-нибудь. Но вот есть книга, я ее хочу сейчас сделать в аудиоформате, и она в этом месте, ну, достаточная для понимания, для того, чтобы в систему въехать и начать что-то использовать, просто можно ее прочитать и начать уже делать. Ну что же, хорошо. Я хочу сказать, вот когда вы говорили, что там какая-то синергетика возникает, то есть, что книга больше, чем вы сам, да, то есть, что-то такое произошло. Ну, синергетика я слов не говорил, да. Но я так от себя, да. Ну, какое-то знание открылось, которое мне даже показалось, что я-то столько не знаю, сколько бы написал в этой книге. Да, это бывает. Я когда свою описанину читаю через 3-4 года, думаю, даже я бы так и написал сейчас. Вот-вот-вот, да. Вот у меня такое же ощущение. Светлана моя, значит, как мы вообще пришли вот к этой верхней психологии, вот сейчас Толкачев и так далее. Мы думали, как правильно воспитывать внучек. У нас две внучки. Вот сейчас уже две, тогда была одна. И дети сейчас настолько тонкие, настолько… или, может быть, наше ощущение их тонкости не такое, как было когда-то у наших родителей в отношении нас, я не знаю. Но вот это ощущение того, что ты можешь сломать, испортить что-то тонкий механизм. И надо желательно потоньше это все. И вот мы стали искать. Светлана, она стала искать. Вот она наткнулась на верхнюю психологию. И она такая, как бы сказать, для простого человека инструментальная. Не надо изучать психологию, чтобы понять вот, допустим, пару, ну, каких-то простых хохмачек, которые уже инструментальны. Да. Я бы даже сказал, что астрология, вот я немножко так пытался в них, даже астрология все-таки намного сложнее учиться и понимается. Потому что там надо много запомнить. Ну да, да. Астрология сложная наука. Да. И даже поверхностно. Все равно там много чего надо просто в памяти держать. А это настолько образно, настолько, ну, как бы почти очевидно, когда тебе это говорят. Ты говоришь, вот оно, оказывается, что… Да. Так что… Поэтому, когда вас слушают или когда читают книжку, это уже человек, который готов был. Он уже пришел. Если он просто в электричке ехал, он, может быть, и дальше предисловие не прочтет. Да. И вот только название привлекло, да. Ну да. Да. Когда человек открыт, то есть ему очень дается много с на этом. Вот мое такое наблюдение. Да. С одной стороны, она такая система простая и доступная каждому. Не нужно быть психологом. С другой стороны, там очень о глубоких вещах идет речь, но на простом языке. И поэтому, когда человек ее читает, то он понимает, ну, очень глубокие вещи. Те, которые, вроде бы, казалось бы, да, так просто и не поймешь. Ну, вот я много лет занимался векторами, да, вот уже двадцать с лишним лет. И когда-то я считал, что это такая очень важная определяющая вещь. А потом я начал заниматься другими слоями. Вектор – это слой. В этом слое решаются многие задачи. В этом слое много чего можно понять про детей, много чего можно сделать. Но это лишь слой. И сейчас я когда веду какие-то семинары или тренинги, я всегда говорю, что да, вот есть векторный слой, и в нем такие-то инструменты. Есть еще другие слои, на которые тоже очень важно смотреть. Ну, может, мы целостно смотрели, чтобы мы все это видели. Потому что какие-то проблемы, они через векторы не решаются. Ну, человек многослойный, конечно. Искать просто, ну, не решается. А это не про векторы, да. Там вот Бурлан и другие, они говорят, все решается через векторы, да, вот главные векторы. Мне тоже когда-то мечталось так, когда я был молодой специалист. Сейчас я понимаю, что нет, но я вместе с этим рассказываю про другие слои, и я даю там тоже инструменты. А что сделать, когда ты упираешься? Вот это не про векторы, это другая часть. Это касается здоровья ребенка, не про векторы какая-то штука, да. Это касается там отношений, поведения, отношения в семье между братьями и сестрами. И там тоже есть инструменты. Поэтому сейчас у меня такой многослойный в этом месте тренинг, что мы охватываем много разных сфер. Но практически большинство задач, с которыми приходят родители, они так или иначе или решаемы, или они хотя бы могут выйти на путь решения, начать что-то в этом месте делать. Михаил, значит, я тоже не хочу злоупотреблять там ваше время, у вас там утречка, а это мы сейчас скоро спать пойдем. Вот напоследок, мне Светлана сказала, что вы когда ходили в посольство сегодня с утра получать, ну вчера, видимо, да, уже было, у вас было вчера, шли получать визу, а ребята не знают, но мы написали письмо такое пригласительное, что вот мы приглашаем Михаила приехать к нам в школу, чтобы, так сказать, поискать пути сотрудничества по части тестирования студентов. И Светлана сказала, что они как-то удивились этой задачей, что там произошло в посольстве, расскажите. Он говорит, а зачем это русский специалист едет к нам в Америку тестировать наших людей, которые учатся в школе. Я объясняю, что ну там есть много русскоязычных и прочих. Он сразу с таким недоверием, да, то есть слово тестирование вызвало у него какое-то нехорошее ощущение, что русские к нам едут тестировать. Я сказал, что вообще я на эту тему написал книгу, да, и вот она. Он говорит, покажите книгу. И я беру эту книгу и говорю, маленькая это окошечко, где щелочка там только для паспорта, да, там много не подложишь. И я пропихиваю эту свою книгу и я говорю, что вообще перевел уже на английский, но вот пока не издал, да, не могу засунуть. И он открыл эту книгу, он стал ее листать, там посмотрел эти вещи и сказал, да, окей, хорошо, мы вам одобряем визу. То есть он ее не прочитал, конечно. Но вот он как-то, не знаю, взял в руки, посмотрел, да, соприкоснулся, ну да, человек книги пишет, пусть едет к нам. Да, ну то есть может быть проще было сказать, хочу там, я не знаю, речку какую-нибудь посмотреть или гору там. Дисней Лэндс там. Да, но у меня же было деловое приглашение, поэтому я и писал, что я еду по делу. А вам визу дали на три года, на сколько? Это я узнаю завтра, когда ее привезут. Я не стал спрашивать, я спокойно к этому отнесся. Понятно. Я управляю событиями, поэтому я не тороплю жизнь, я в нее встроен, в ней все происходит так, как надо. Вот так что это было интересно. Хорошо. Ну то есть доброжелательный разговор? Разговор был сначала очень критичный и подозрительный, но с появлением книги он перешел в другое русло. Да, это интересно. Он плохо говорил по-русски, я начал с ним говорить на английском, он начал говорить очень быстро, я по-английски так быстро не понимаю. Ну, непростой был разговор. Но вы книгу как бы в порядке управления событиями прихватили или с собой? Или у вас всегда с собой? Ну, моя книга – моя визитная карточка. Я ее с собой таскаю, когда веду тренинги в Европе и в других странах в Израиле. Много где работаю, поэтому книга она такая. Всегда с собой. Ну да, да. Ну что же, хорошо. Ладно. Михаил, давайте мы вот что сделаем. Я думаю, что у нас уже много народу, которые заинтересовались вообще, и у них, наверное, будет много вопросов. Поэтому… О, да. Я готов еще сделать такую встречу с ответами на вопросы. Вот если появятся вопросы какие-то конкретные, четкие про детей, про отношения, про управление событиями, про какие-то изменения, у нас будет предметная встреча, я на эти вопросы отвечу с довольствием через сколько-то дней. То есть, фактически, я тогда говорю ребятам, которые смотрят, я говорю, если маленький вопросик, вы пишите в комментариях, хотя в комментариях можно довольно много текста запихнуть. Если уж совсем громадный вопрос, пишите тогда мне в личку. Если там что-то такое, ну, достаточно не для публики широкой, я не знаю, пишите мне в личку, а я потом, значит, переброшу Михаилу и мы такой вебинарчик сделаем. Да, давайте. Потому что отвечать на вопросы всегда это интересно, это живо, это то, что волнует людей. Знал бы я такое дело, я бы все письма, после которых жить не хочется, я бы для вас отложил. Хорошо. Ладно, хорошо, значит, тогда давайте мы всем так, у нас традиция такая, мы так рукой машем, говорим пока. Пока. Пока-пока и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова